Этих комиссий шесть. Вопросы бюджета, финансовой и налоговой политики будет решать Алексей Волков. Комиссию по вопросам муниципальных, имущественных и земельных отношений, а также охрану окружающей среды будет возглавлять Тимур Апарин. Градостроительством, инвестиционной деятельностью, предпринимательством и развитием агропромышленного комплекса займется Виктор Лисин. Вопросы местного самоуправления, СМИ, законности и правопорядка будет решать Дмитрий Шляпин. Образование, культуру, спорт и здравоохранение будет курировать Ольга Щукина. А вот на должность председателя комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта, а также дорожной деятельности было предложено две кандидатуры – Геннадий Одинцов и отсутствующий Александр Бушев. В ходе голосования Бушеву отдано 10 голосов, Одинцову всего три. Следующий вопрос стоял уже на самом Совете. О регистрации фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов его утвердили. Для чего она создана? Ну это для того, чтобы заседание Совета депутатов не превращать в некий такой сумбурный совет, что мы уже в принципе с вами наблюдали до этого, а для того, чтобы свою рабочую какую-то версию, позицию отработать именно на заседании фракции, чтобы потом проголосовать единым блоком по тому или иному вопросу. И более того, мы отчитываемся за работу фракции, чтобы перед Московской областной думой, для того, чтобы это не была фикцией, для того, чтобы мы могли показать нашим избирателям нашу непосредственную работу как депутатов. Возможно, в скором времени две другие партии КПРФ и ЛДПР создадут свои фракции. Беспартийным самовыдвиженцем, а таковым является только Александр Воробьев, можно будет как примкнуть к любому блоку, так и остаться при своем мнении. Следующее заседание Совета депутатов назначено на 24 октября. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Пушкинское телевидение.